С шестого на второе место. Таких результатов самарским кинологам и их четвероногим напарникам удалось добиться всего за год тренировок. На чемпионате таможенных органов за звание лучшего самарцам пришлось побороться с 8 командами Южного, Северокавказского, Дальневосточного и других таможенных управлений. В итоге обошли почти всех, но победу вырвали москвичи. Тем не менее, почетное второе место – неоспоримый результат, добиться которого удалось благодаря сплоченной работе. Дух соперничества, нервы, то есть волнение – это все собаки чувствуют, они как барометры, настроены на кинолога всегда. То есть, если кинолог себя не сумел в руки взять, поторопился, то собака тоже может ошибиться. Постарались делать, во-первых, тренировки чаще, во-вторых, они были чуточку сложнее, чем обычные в разных, то есть, ну, меняли обстановку, то есть, были выезды, готовились. Участники чемпионата немецкая овчарка Юнита и бельгийская овчарка Балто и их кинологи даже после оглушительного выступления героями себя не считают. Скромность и внимательность – их второе имя. Ведь в повседневной работе приходится держать ухо востро. Острый нюх этих собак настроен на поиск наркотиков, которые могут находиться, например, в багаже, в автомобиле и даже в огромном помещении. Несколько секунд и наркотик найден. Подобные тренировки кинологи проводят ежедневно. Сейчас на балансе кинологического отдела Самарской таможни, который существует с 2008 года, пять четвероногих экспертов, их верные друзья и наставники-кинологи всегда рядом. На следующий год новый чемпионат, к которому нужно как следует подготовиться. Самарские кинологи и их собаки, как обычно, будут это делать без отрыва от работы. Павел Воймаков, Алексей Золотенков. События.